Так, ну а контора пишет, что Елена Александровна продолжает искать рекордные плоды. Самый рекордный был в 67, но искать его не стал, пусть будет в 60. Это примерно, где-то половину меньше, на 45 процентов меньше. То есть, у меня такие попадались годом-двумя раньше по 120 грамм, а рекорд зафиксирован уже не мною. У Людмилы из Конградской области, я вам показывал гордо, дерево, на котором висят плоды, много плодов по 130 грамм. Это мой бай, мои черенки и крупнейшие 133 грамм. А в этом году я перебиваюсь в мелочи. Вот Елена Александровна долго искала крупнее, но потом раздели руками. Урожай очень большой, ну что поделаешь. Так, теперь, смотрим дальше. Вот это чудо случилось следующим образом. Я показывал, все-таки, Кундасев, ведущий телеканала. Он все-таки агроном, без кавычек. Вот, я вам показал вот эту ветку, которая висела на дереве. Вот. Ну вот, попробуйте вы. Представьте себе, ну пусть и на этом, но на таком дереве. Ну-ка, или тут она. Ну ладно. Вот. Висит абсолютно ветка с другими плодами. Ничьи в общем. Они еще не думают падать. На дереве уже упали, они были желтые. Вот это бай. А вот это на бае, это что-то невиданное. Вот такие случаи, они, ну, я не знаю, сможет ли она Сана все это. Она уже уехала. Вот так бывает. У нее своя жизнь, своя работа. Вот. Считали секунды, минуты, чтобы успеть чего охватить. Вот. И боюсь, что эта ветка будет никому не нужна. И эта не ветка, ни эти плоды. И останется открытым вопрос еще на годы. А если взять черенок вот тут, вот, да, это, привить его на следующее поколение этих же манджосов. Вот такие будут? Или такие? Ну, ну, ну. Ученый, вы знаете, когда Мичурин, я не сравню себя с Мичурином, потому что я думал, что такой работяга, я все от пленей делал. Я старался ничего не делать, ни этого лишнего движения, это мой принцип. Я же не говорю о том, что я не занимался опылением и вращением потомства. Вот. Себе дороже, так, жизни бы не хватило. Мичурин, это вообще человек, который космический. Вот. И вот мне интересно, что. Ну, когда пласть сменилась, чуть не сказала, пришли наши. И мы сразу представили целый коллектив во главе с профессором. Вот их дело было, вот, брать, и все это, на бумагу, и прочее, его представить. Уже далеко не молодого человека. Вот, а что он нас ждет? А ничего. Вот. Пока Инна Александровна станет академиком, получить какую-то власть. Ой, ладно. Так вот. Ее участие в съемках было в том, что она больше часа рассказывала о агротехнике в съемочной группе. А я ходил, стоял в сторонке и гордился тем, что это, что это было ее первое такое. Нет, она в любви, это все читала, в клубах. Вот такое было, наверное, у нее впервые. Вот. А почему я еще хочу, сейчас поймете. Вот это ее мама, да, вот, Елена Валентиновна. Вот. Так вот, я, она собирает плоды, так, а я хочу официально заявить, что да, вы ее мама. А я, это, у меня тоже есть дочка, я ее сам называю дочкой, так что. Так что, не ревнуйте. У меня теперь тоже есть дочка. Вот так вот. Ну, а дальше что? Начинали мы за съемочную группу сбор. Вот. Абрикосов собрали, а потом еще сказали, дальше вот вам деревья, собирайте сами после съемок. Вот так что, за подарки вы расплатились. Вот. Ну, а это рука Елена Санны. Это вот это вот, самые надежные абрикосы, чуть ли не реклама, да. Вот там, чуть только я вот это открою, оказывается, говорить нельзя, реклама. А здесь можно. Это Амор. Вот. Это один из самых надежных сортов по морозостойкости, по урожайности. Плоды, которые я называл «Веса хозяйки», разломаются, и получается вот такая картина. Вот. Это, это вот, ну, не знаю. Это как автомобиль «Жигуль-2101» первого выпуска. Кто в него хоть один камень бросит, вот этот автомобиль. Так и тут. Вот это есть та самая. В сравнении с автопробой. Вот. Ну, это линейка Елена Савельевич. Вот ее работа, которая пишет. Так. Теперь я почему. Я выбрал несколько фотографий, да. Вот. Красивая девушка. Вот. И ради вот этого самого. Я специально, я настоял на том, чтобы она, и причем, уж 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 уговаривать это, это самое, коллектив, который приехал снимать. Нам нужен новый ведущий на федеральный телеканал. Понимаете, в чем предстоятельная разница? Вот. Принципиальнейшая я. Пусть я сегодня опять много говорю и быстро не листаю. Ну, вот перед нами вот тот самый канал, куда я хотел попасть или пристрелить, чтобы туда потом могла перейти на работу в Москву, да. Елена Савельевич. Вот на этом канале, а я же еще показывал, я сделал холмин, выкопал саженец, абрикос. Я разрезал горшок. Я поставил его. Я показал, как все это делают, где там пятнышки, чтобы все это вы знаете уже, да. И сильнейшая обрезка. Вот. Что я видел недели назад, месяцы назад. Что я видел до этого на телеканале ВГР. Ну, обязательно здоровенная яма. В эту яму кладется и я все время пытаюсь запомнить. Из минеральных удобрений. Азотные, косморные. Это не лишний разговор. Мне же надо вас переучивать. А попробую, в головах у многих сидят. А среди моих слушателей есть профессионалы. Азотные, фосфорные, натриевые, калины. Так. Зола, перегной. Тирамзит, битый кирпич, песок. Господи, 10. Тирамзит, еще есть несколько. Доломета мука. Причем доломета мука, которая должна, она селочная. И все это сует туда, не знаешь, ведущий не знает, какая там паза. Зачем ты это сует, но еще целый мешок. Вы понимаете? И все это я вижу, да. Вот. И так как мы это проходили, я просто хочу сказать, для чего Лена Александра должна быть там. Она точно так же загнет, если пазов скажет. Этого ничего не надо. Берем землю, которая, немножко разъясняю, подернем. Один сантиметр. Она тысячи лет организовывался, вот эта вот гумус. Ну, кто-то стоит, две тысячи лет. Ну, давайте тысячи. Тысячи лет. Еще сантиметр, две тысячи лет назад. Еще сантиметр, три тысячи лет назад. Десять сантиметров, десять тысячи лет назад. Прошу прощения. железо на проводе да так что что-то не так с вебинаром а лысенко ой спасибо дружище я сейчас вас покажу у меня следующим идете я понял так друзья поговорим обязательно спасибо значит так я извиняться не надо алексей алексей женятся не надо я вы меня выручили и так говорю всем спасибо я говорю всем позвонил макаров алексей иванович чудо садовод таких садоводов но назовем это штучное изделие сам макаров и где-то входит первую десятку а может быть первую пятерку тройку и так далее так вот подтвердил что это он мне сказал что семена на солнце прожаривать просушивать именно лысенко это он не сказал поздравляю спасибо вот это настоящее помощники все теперь это ну кто-то а кто-то кто морщится а если всем сказал всего ни в коем случае давайте брать это всех только лучше я считаю что этот совет хорош теперь так еще раз про то что если брать русская 10 сантиметров на гуле сантиметров уже десять тысяч лет назад образовалась вот это вот кусочек комочек земли на глубине 10 сантиметров вот видите и тогда я говорю холм для того чтобы почва была не тронута это святое никаких ям а значит тем более они гниющие совершенно стерильная земля вот так которая подерну из нее делается холм и избави боже корни извечены избави позе нас взять и хотя бы капельку туда дерьмо то есть перегноя ну а дальше вы уже знаете а дальше говорить что вы возьмете больше меня до чем повторяться и вы на этом висели вина закончим так вот когда-то надо чтобы еще и смелость была почему когда я выступил меня за целый год печатала крупнейшая газета ваши шестьсоток назвали я уже говорил хвастался хвастался назвали лауреатом премии 15000 сейчас это как будто 40 тысяч вот там гонорары подарки и вдруг обрез кто-то взял и сказал не сметь и до сих пор никто не знает про этот холм потому что вы же вам показывал двадцать первый год доктор наук вот так я еще когда было этот самый съемки я сейчас сказал поймите берется все делается правильно забивать сокол к нему подвяжутся саженец чтобы он не провалился и тогда получается про холм не говорят то хотя бы вровень а вровень держат уже слива и вишня и яблони и яблони вот они вровень держат вровень все равно сгнивает абрикос и груша но это правда никто не знает вот таких публикаций вы не встретите нигде а то есть за них холм обязательно а потом когда поливает эту же яму она огромная 60-80 метр а потом когда поливает а колта сгнивает и она все равно проседает и опять получается что через несколько лет саженец он не просто мед вначале начинает гнить листья штампок покрывается манили и грибом которые ненавидят вот трутовик который внутри дерева пытается каким-то образом выжить вы когда слышали что надо взять надо взять в этот огнемет как господи паяльную лампу и обжечь дерево до которой грибы торчат вот до какого идиотизма дошло смотрим дальше я пытаюсь убедить сам не знаю кого если вот такого человека а у не сочетание всего внешность грамотность путинская стипендианка красный диплом вот как там дальше бы умница красавица спортсменка и вот понимаете я знаю я видел хорошие ребята девчата там на этих на телеканалах которая садоводством занимается прекрасные они они умницы они все они не знают настоящих садоводство они просто этого не знают им это не дано а если кто-то из них вдруг скажет а давайте по железу а давайте это самое там по бодро что будет вольт чертой матери лучшим случае или заставят вопреки продолжать это смертельное прием ну как убедил нет кого я убеждаю сам себя а контора пишет вот это вот знаете почему такую фразу или что не догадаетесь это запуск язык они не поняли не надо